У нас осталась та самая жидкость, которую нам все-таки с Тёмочем удалось забрать себе, не отдать тому непонятному чуваку в маске. Мы немножко с камеры снимаем, но у нас для тебя есть подарочек. Привет. Смотри, какой цветок. Спасибо большое. Он прогрыс банку. Черные следы идут. Он просто все здесь сожрал. Диман, пойдем туда. Что это за дерьмо? Это что такое? Охренеть. Ребят, всем привет. Как вы знаете, мы с Диманом давно ищем лабораторию, с помощью которой мы можем сделать антидот для того вируса, который мы обнаружили, который у нас остался в этом парфюме, который мы уже исправили на таракане. И получилась просто какая-то дикая трошанина. И ни одна частная лаборатория в Пензе просто не бралась за это дело, потому что они просто говорили, что ребят, мол, мы не возьмемся, мы не знаем, что это такое. Если кто-то и возьмется, это будет очень дорого стоить. И тут нам повезло, мы с Диманом вспомнили, что у нас есть флешка от представителей СТП. Вы можете посмотреть это в этом видосе, как мы взяли эту флешку у них. И там же мы нашли номер телефона, по которому связались с этими людьми, и они обещали нам помочь. Диман, как у нас? Есть все деньги для того, чтобы это сделать? Да, ребят, вот мы позвонили, как Тёмыч сказал, придется отдать нам 70 тысяч рублей, чтобы они нам разработали этот антидот. В общем, сумма большая, реально, нам жестко с ней расставаться. Но, блин, как в последний раз вы видели гибрид Влад, который просто сошел с ума, и его мутация просто сейчас на стадии, когда он готов всех рвать и крушить. И у нас нет выбора, ребят, нам реально нужен этот антидот, чтобы с ним покончить. Вообще, наша цель сейчас такой план, то, что мы эти деньги передадим вместе, естественно, с образцом, как сказал Тёмыч, который сейчас у нас в парфюме, передадим. После чего они, скажем, какое-то время они будут его изобретать, разрабатывать. Мы его получаем, и сразу же едем искать вот этого гибрида, чтобы его остановить. Мы по-любому должны взять и сделать это прямо сегодня, или когда, блин, к нам придет этот образец. Кстати, Диман еще хотел добавить. Ребят, мы сейчас отправимся вот на этой машине, нам высадили координаты, и это какая-то безлюдная территория. Нам сказали, что это должна быть нейтральная территория, чтобы мы там смогли встретиться с этим человеком, и нам все сделают. Да, ребята, естественно, мы не сможем это все снимать на камеру. Блин, они точно будут против. Наверное, Тёмыч, либо ты, либо я сейчас один будет передавать деньги вместе с образцом, встречаться с этим представителем из Сипи. А другой как-то незаметно подснимать, чтобы наши зрители, наши друзья все это видели. Я думаю, им будет интересно увидеть представителей из Сипи. Я тоже так думаю, потому что дело такое, блин, не для съемки. Давай я, наверное, буду подснимать, Диман, а ты тогда возьми, там, я думаю, все будет нормально. Все, да, ребят, пожелайте нам удачи, поставьте перед началом просмотра лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали. Оставляйте комментарии, и не забывайте про колокольчик, нам будет очень приятно, если вы всегда будете наши ролики видеть самым первым. Как только у нас появится антидот, мы обязательно справимся с гибридом. Ребят, Диман уже на месте. Он взял с собой камерку, экшен, чтобы записывать звук, посмотрим, что будет. Я пока не вижу этого человека, он должен выйти где-то отсюда, потому что мы договорились встретиться на этой нейтральной территории. Вы сможете услышать, о чем я говорю вместе с ним, и, блин, ребят, вам это точно будет интересно, потому что Тема сейчас находится вот там, чуть дальше. Он все это дело также снимает, следит за мной. Фух, ребят, в общем, пожелайте удачи, вот этот образец, деньги у меня также с собой, все необходимые суммы, ребят, все, я вас прячу в камеру. Нифига себе. Криптовалюта Эфириум подорожал на 10% за сутки и обновил свой исторический максимум цены. Что это значит для обычного человека? Практически ничего. Но если бы ты был инвестором, то ты бы увеличил свой капитал в эфире на 10%. Компания Авалон анализирует рынок крипты и зарабатывает на ней уже более 6 лет, благодаря своей команде из лучших экономистов и финансистов. Поэтому их инвесторам нужно только успевать считать доход, ибо всю тяжелую работу за них делает Авалон. Каждый инвестор этой финансовой компании зарабатывает 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Также для них существует множество различных бонусов. Создай надежный и пассивный доход вместе с Авалон. Регистрируйся по ссылке в описании, так ты поможешь развитию канала. Блин, мужик в костюме прям идет такой на пафосе. Здравствуйте. Деньги, образец. Так, вот деньги. Сумма, которую вы просили, 70 тысяч. Спасибо, что откликнулись. Блин, вовремя мы ваш номер вспомнили. Вот сам образец. Надеюсь, вы точно с этим справитесь. Да, справитесь. Так, отлично. А подскажите, пожалуйста, когда нам теперь его... Как получим вообще, где свяжемся, как? С вами свяжется на этот пассивный. А, на этот, да? Да. Спасибо. Ребят, в общем, все, мы забрали. Тем еще меня вон снимает. Все, все нормально, Тем. Все нормально. Ну все, ребят. Офигеть. Видимо, все прошло нормально. В общем, через какое-то время они как-то с нами свяжутся. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, реально они нам помогут разработать антидот. Мы уже должны покончить с этим гибридом. Ну и все, потому что сумма, блин, громадная. 70 тысяч. Ее жалко, конечно, отдавать. Но, надеюсь, она того стоит. В общем, ребят, для вас пройдет просто мгновение. Для нас какое-то время. Ждем связи от них. Ребят, сейчас приехали с Димоном на место встречи, которую назначил тот человек. Димон пошел забирать этот, я не знаю, этот антидот. Вообще не представляю, как это будет выглядеть. Решили, что пойдет Димон, потому что непонятно. Ну, во-первых, тот человек уже видел лицо Димона, и он точно не застремается, ничего поймет, что это тот же человек, который заказывал этот антидот. Посмотрим, что это будет. Я даже не представляю, как это будет выглядеть, если честно. Надеюсь, что все пройдет гладко. Ребят, в общем, только что забрал чемодан с антидотом. Просто смотрите, как он выглядит. Самое необычное, то, что он прохладный. Скорее всего, как-то вот этот антидот охлаждается, чтобы он не испортился, или что-то типа того. В общем, Темыч меня уже ждет. Камеру я не стал там, ребят, включать, чтобы на всякий случай не потерять возможность реально забрать антидот. Все-таки он стоил огромных денег, и нельзя было рисковать. Вот, Темыч уже ждет. Все, ребят, сейчас сяду в машину, и будем смотреть. Темыч, все, я забрал антидот. Ага, хорошо. Ты как, сядешь, нормально? Да, да. Ребят, ну вот, все, вроде бы все налаживается. Диман, я надеюсь, что с этой штукой нам намного проще будет справиться с этим гребаным гибридом, вообще понять, что тут происходит, и все будет хорошо. Так, Темыч, потрогай. Потрогай, он прохладный. Чувствуешь, скорее всего, специально он как-то охлаждает, чтобы не испортился. Он тяжелый прям. Не испортился, да. Да, он тяжеленький. Что, давай тогда открывать, смотреть вообще, что там нас ждет. Давай. Так, Диман. Я даже немножко переживаю. А он там, он за тобой не увязался? Он где сейчас вообще находится-то? Да нет, Темыч. Темыч, ты посмотри. Темыч, ты посмотри. Темыч, а что, лед сухой, что ли, что он испаряется? Или это от этого антидота? Темыч, он просто леденющий. И, кстати, смотри, какой огромный. Темыч, почему цвет такой странный? Неудивительно, что он так сильно весил много. Охренеть. Ты посмотри. Охренеть, Теман. Черт, какой он огроменный. Смотри, какая непонятная цветом жидкость. Блин, Диман. Она прям, я не знаю, насветут. Давай потрогаю. Попробуй через свет показать. Слушай, Диман, а если нам еще пригодится вот эта жидкость, еще одна порция, что мы будем делать вообще? Темыч, я спросил его. В общем, каждая порция стоит 70к. Он сказал, если хотите еще порцию для чего-то, то 70 тысяч снова придется платить. То есть, ты понимаешь, у нас есть единственная возможность, чтобы как-то вылечить Влада. И у нас не будет просто права на ошибки. Этот, этот реально шприц нужно полностью ввести в одного гибрида, чтобы его полностью вернуть в исходное состояние. Охренеть, Диман, ну там же целых 13 кубов. Это просто, это просто жесть. Это жесть какая-то, Темыч. У нас единственная возможность. Слушай, наверное, нам реально, раз у нас единственная возможность, нам нужно как-то адекватно сейчас встретиться с Владом, с этим гибридом. И, блин, а как это сделать? Темыч, он прошлый раз, когда мы с ним созвонились, он нам сказал, следующая встреча для нас будет последняя, если мы еще как-то будем влазить во все это дело, ты понимаешь? Ну, слушай, нам определенно нужно сделать эту встречу на какой-то территории, которой мы будем подготовлены, а он нет. А как это сделать? Мы не можем просто там прийти в эту квартиру и как-то через шкаф его пытаться выманить, это существо, потому что это его зона. Я понимаю, ну как? У нас сейчас нету колбы, за которой он охотился, ты понимаешь? Это единственная возможность, за которой он охотился, как-то мы могли его привлечь. Если мы сейчас ему напрямую скажем, давай, приезжай, как-то нам нужно встретиться, да он просто сразу будет готовый, и нам не поздоровится, ты же это понимаешь. Слушай, слушай, давай попробуем его обдурить. Как? Ну смотри, у нас есть... Что здесь собаки разлылись, я не знаю, Тёмыч. Я не знаю. Димон, тот чувак точно за тобой не следовал? Нет. Ты уверен? Да он точно уехал. Он ушёл? Там просто штук 20 собак, они за кем-то бегут. Я не знаю, нет, Тёмыч, это просто... Слушай, давай быстрее тебе расскажу, нужно уносить отсюда ноги. Я вот что предлагаю, давай попробуем его обдурить. Как? У нас с тобой есть похожие вот эти вот маленькие колбочки от образцов. Давай, давай пришлём ему, я не знаю, видеосообщение, в котором покажем, что у нас есть эта жидкость, что мы можем сделать антидот, с помощью которого мы сможем его победить или как-то остановить. И это его как бы взбудоражит. Он будет понимать, что он не всесильный. А погоди. Он-то ещё не знает, что мы использовали наш образец, понимаешь? А антидот уже у нас на руках. Ну у нас есть эти колбочки, ну как мы эту жидкость сделаем такой же, чтобы он поверил? Это же нереально, ты сам видел, как она выглядит, она какая-то чёрная, непонятная жидкость. Ладно, это полбеды. Давай так попробуем, ему реально, ты правильно говоришь. Но какой план вообще дальше-то, как его схватить? До того, как у нас получилось дозвониться до представителя СИПИ, ты предлагал какую-то верёвку, как его схватить, как в старые времена? Ну это как вариант. Ну ты уверен, что это сработает? Ну смотри, ты же понимаешь, что нам для того, чтобы ввести в него вот этот антидот, нужно как-то его зафиксировать, остановить, чтобы он на месте был. А как ещё это сделать? Мы не сможем просто так взять, подойти к нему и всё это сделать. Вот я тебе предлагаю, давай сетку использовать. Ладно. Мы спрячем её под листвой, как-нибудь в траве, я не знаю, и потом в определённый момент просто дёрнем, и как его в эту сетку посадим. Ладно, давай не будем тратить время, доедем до гаража, возьмём вот эти колбочки, и попробуем реально как-то обмануть его, записать вот это видео-сообщение, о котором ты говоришь, и сразу заранее подготовить ловушку, и назначить ему место встречи, именно там, где нам будет удобно. Давай, давай, я думаю, всё должно получиться. Всё, Тёмыч, давай я сяду за руль, наверное. Давай. Всё равно, Диман, я чувствую себя как бы немножко надёжнее в этом плане, потому что у нас уже есть антидот, и я думаю, что, блин, с ним у нас должно всё получиться, ты как считаешь? Да, Тёмыч, потому что он реально мне заверил то, что эта штука нам должна помочь, и эта штука точно работает, они уже сталкивались с таким. Ладно, держите он. Всё, погнали. Я запускаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уверен, у нас всё получится. Я тоже так думаю, Диман, с этим образцом, точнее с его антидотом уже на этот образец. Мы точно сможем осмотреть эту чуку. Да, брат. Всё, Тёмыч, подъехай. Да, это здесь, Диман. Всё, супер, сейчас встану. Угу. Тёмыч, я надеюсь, это сработает. Конечно. Я надеюсь, сработает. Давай выйдем, покажем ребятам местность и вообще расскажем поточнее план, что мы придумали с тобой. Ребят, мы с Диманом выбрали вот эту локацию для того, чтобы поймать гибрида и уже применить вот этот антидот. Здесь будет установлена наша ловушка, мы сейчас перекинем верёвку, привяжем её к машине. Да, Димыч, они там все на заднем сидении. Привяжем к машине эту верёвку и спрячем сетку, вот эту верёвочную, прямо в листве. И сюда же положим тот образец, за которым охотится гибрид. Влад. И... всё, я думаю, получится. Давай расскажем о самом главном. Ребят, в общем, у нас получилось заманить его. Мы ему отправили голосовое сообщение, потом мы также добавили всё видео с сообщением, где сказали, что условия такие, мы не будем больше влазить, якобы, ребят, естественно, влазить к нему, как-то ему мешать, развиваться в плане гибридности. Единственное, что мы от него требуем, чтобы он отвалил от квартиры Леры, чтобы он оттуда навсегда ушёл. Он сказал, отдадите мне ещё вот эту колбу, и всё будет супер. В принципе, поэтому мы сейчас с Тёмочем так и продумали, то, что мы его здесь будем встречать, колбу мы положим на землю, где будет запорошена грязью, землёй, соответственно, травой. Вот эта сетка, в которой, как раньше знаете, в джунглях ловили кого-то, мы попробуем сделать точно так же. Вот эту верёвку мы прикрепим сейчас к машине, и в определённый момент, когда Тёмыч притворится, то, что он один встречает гибрида, я газану, я его попробую максимально резко схватить этой сеткой, и надеюсь, с Тёмочем у нас всё получится. Да, Диман, а потом уже тогда применим антидот, и всё будет хорошо, мы можем его остановить, у нас есть реальная возможность. Воу, какая офигенная сетка. Давай её растянем, Диман, покажем. Давай. Она немножко запуталась. Ага. Ну, блин, надеюсь, у нас получится. Ну, смотри, Диман, вообще, когда покупали вот её по зверениям, было написано, что она может 400 килограмм выдержать нагрузку. На землю? На разрыв. То есть, блин, я думаю, что она выдержит силу этого гибрида, и всё будет хорошо. Блин, Тёмыч, мы его не видели. Мы не знаем, чего ждать. Ребята тоже слышали разговор с Владом, с этим самым гибридом. Он сказал, последняя встреча будет последней. Он сказал то, что он развился до максималки, то, что он выкрал время, и из-за этого просто мы можем влипнуть в какую-то неприятность. Ну, слушай, Диман, это, конечно, я понимаю, но, блин, 400 килограмм, ты представляешь, какая должна быть нагрузка, чтобы порвать такую сеть? Её просто невозможно порвать. Тёмыч, и тогда он ещё был даже на 30% не полностью мутированный. Вспомни, тогда только вены начали появляться, и это первая была стадия. А что сейчас? Может, мы его сейчас увидим, и вообще в нём не будет ничего человеческого? Может, он будет вообще похож на то существо, которое мы видели в шкафу? Кто знает, Тём? Блин, или вообще происходит что-нибудь типа того, как мы видели с коконом? То есть вообще не предсказать, как мутация пойдёт, правильно? Конечно. Если бы мы не спалили бы кокон, я не знаю, из такого тараканчика, который уже начал на своих сородичей агрессировать, чтобы было дальше, появился вот этот огромный кокон, а что бы дальше, если бы мы дали бы выйти к какому-то существу из этого кокона? Ну мы... Никого не знает. Ну мы даже не знаем, какой был размер, мы даже не стали рисковать, мы не стали вскрывать кокон или что-то делать с ним, мы его сразу уничтожили, и всё. Да, Тём, ну ты прикинь, если у насекомых коконы, они примерно такого же размера, как вылупляется из них. Ну да, согласен, согласен. То есть по логике, если вот кокон вот такой, то точно там не будет тараканчика такого размера, он будет соответствовать своему кокону. Согласен, Диман. Ну вот эта ветка должна выдержать. Мы с Диманом, когда выбирали место, сразу обратили внимание, чтобы ветка была расположена близко к дороге, чтобы мы могли подъехать на машине в любое место и разместить верёвку именно на ветке, которая вот так горизонтально устроена, чтобы сама верёвка, ребят, ну вы понимаете, не скатывалась к основанию, и мы смогли точно провернуть план, который мы затеяли. Надеемся, что всё получится. Диман, ух, нифига себе. Смотри, уже видно, да, сетку какая она большая. Ну, блин, большая, слушай. Метр два на два, наверное. Ну точно поместится он. То есть мы сейчас её, наверное, вот сюда поставим, да, в траву, и где-то в центре разместим вот этот образец. Ну, типа образец. Муляж вот этот. Он к ней сядет, он по-любому сюда уместится, как в мешок его сюда и оденем. Так, да, Тёмыч, давай не будем тратить время. Ребят, хоть мы и приехали сюда за пару часов, ну, чтобы не попасться, чтобы успеть всё подготовиться, всё равно нужно пошевелиться. Мы не знаем, что нас будет ждать. Ну, надеюсь, всё пройдёт очень хорошо. Так. Стой, Диман! Ребят, ща посмотрю, Диман! Ребят, вот спрятали сетку, уже полностью закопали её под листья, под землю. Вроде не должен заметиться. Вот пара кусочков, но мы их сейчас приберём. Диман, ещё чуть-чуть проедь! Потом привяжем эту верёвку и всё остальное будем скрывать. Всё-всё, хорош! Наверное, чуть-чуть назад даже. Ещё-ещё! Стоп! Всё, отлично, Димыч! Всё, я ребят... Ты сетку спрятал? Да, я показал ребятам, что сетка уже спрятана. Сейчас там пара усов осталась, мы их тоже спрячем. Так, отлично, давай к машине вязаться. Ты готов, Диман? Он уже скоро подъезжать будет. Потому что ему встречу назначили, вот осталось минут 15, наверное. Я единственный, даже за что переживаю? За что? Он когда тачку увидит, вдруг он подумает, что не один приехал. Не, ну ты сейчас заныкаешься, просто там спереди как-нибудь на сиденье ляжешь. Я буду стоять около тачки, он поймёт, что я один, а он подумает, что я просто приехал сюда на тачке. Ну а как сюда в лес ещё можно добраться? Я не думаю, что у него будут какие-то мысли странные. А ты сейчас, получается, и эту верёвку запорошишь, чтобы он не заметил, что в машине идёт. Да, конечно, конечно. Все-все верёвки, Диман. Я это, наверное, вообще за ствол сосун как-нибудь. Слушай, Тёмыч, у меня с собой ещё УЗИшка. Я, наверное, помимо того, как буду ждать от тебя команды, чтобы я его поднимал на этой сетке, так я ещё буду контролировать тебя, чтобы, мало ли что, у меня всегда по-другой была УЗИшка. Да, спасибо. Я потому что не знаю, как он себя поведёт. Друг он вообще сразу же заподозрит до того, как мы успеем его поднять и посадить в эту ловушку, то, что это просто какая-то фальшивая баночка, совершенно не та самая жидкость. Диман, ну я не знаю, она очень похожа. У них стекло такое матовое в этих баночках. И, тем не менее, знаешь, я на что надеюсь? На то, что он просто не чувствует от нас какой-то угрозы. Он не знает о том, что у нас есть антидот. Он думает, что мы ещё не отдавали вот этот вот анализ на то, чтобы сделать антидот. Поэтому я думаю, что всё будет нормально. Он вообще, наверное, полагает, правильно ты говоришь? Если бы не этот представитель SCP, я думаю, мы никак бы с тобой, Тёмыч, в пензенских лабораториях, в каких-то московских лабораториях мы точно бы не смогли бы разработать вот эту хренотень, понимаешь? Да, понимаю. Что, завязал? Да, всё, Тёмыч, готов. Ладно, Димыч, тогда прячься там на сиденье. Я сейчас остаток вот этой верёвки спрячу и будем его ждать. Он уже подъедет, я думаю, с минут на минуту. Всё, ладно, Тёмыч, если что, контроль у тебя? Так же буду снимать на камеру. Давай, будь аккуратнее. Всё, хорошо, Диман, спасибо. Ребят, он идёт. Образец там. Диман, жми! Диман, мы поймали его, Диман! Диман, мы поймали его. Ты видишь, как он последние полчаса вообще спокойно себя ведет? Да, ребят, очень долгое время он уже ведет себя спокойно после того, что мы ввели мой антидот. И я думаю, что все закончилось, потому что, блин, Зиман, это положительный вообще момент. Нам удалось это сделать. Это сработало. Не зря мы потратили 70 тысяч на этот антидот. Он реально помог, ребят. Я не думал, Тёмыч, что это поможет. И, кстати, да, ребят, вы могли заметить то, что мы не показали тот момент, когда нам пришлось ввести антидот в гибриды. Если что, возможно, вы сможете это увидеть в наших инстаграмах, поэтому подписывайтесь. Ссылки будут в описании. Переходите туда, возможно, мы выложим этот самый момент. Ну, а сейчас будем дальше следить за Владом. Посмотрим, как он дальше себя будет чувствовать. Вроде сейчас он подуспокоился. Вроде все хорошо. Ну, я думаю, что это все-таки положительный момент, Диман, как я уже сказал. Потому что это какой-никакой прорыв, который у нас произошел за последнее долгое время. Ну, я не считаю того, что мы полностью смогли восстановить Леру. С ней сейчас все в порядке. И, возможно, мы сейчас отбили квартиру у этого существа, у гибрида. Почему я говорю «возможно», ребят? Диман, расскажи им сам. В общем, когда мы ждали, чтобы посмотреть, как себя чувствует Влад, мы, как всегда, периодически заходим с Тёмочем смотреть камеры, которую мы установили в квартире Леры, где вот это страшное существо. Да. И на этот раз мы так же сделали, сразу же, когда у нас появилась просто свободная минутка, и мы зашли, ребята, и мы были испуганы. Мы не знаем, связано это с тем, что мы сейчас сделали или нет. В общем, ребят, все камеры, даже те, которые оставались подключены к питанию, отрублены. Просто одно шипение. Ни одна из камер в квартире не работает, а, напомним, их целых 10 штук. Мы не представляем, что с ним произошло, и не можем никак это проверить. Единственный способ, ну, это как-то тут посетить это место. В любом случае, что-то нужно решать, и поэтому, ребят, мы с Диманом не остановимся. К счастью, мы помогли уже Лере и её брату. И вот Владу, судя по всему, антидот сработал. Это самое главное. То, что мы сегодня сделали это дело, и всё получилось, Диман, блин. Мы так долго готовились к этому, придумали эту ловушку. Нашли этого человека, который помог нам с антидотом. У нас всё получилось, ребят. Ну, а то, что будет дальше, зависит от вас. Мы постараемся решить эту проблему. Мы реально вымотаны. Мы устали от всей этой истории. Мы устали от того, что происходит. Мы очень хотим, наконец-то, чтобы Лера вернулась в свою квартиру. Но пока мы не можем этого сделать. Вот это существо, которое вышло из шкафа, то, что было в самой первой части этой истории, ребят, вы можете просто перейти, вот здесь будет подсказка, переходите. До сих пор, до сих пор находится в той квартире, и, скорее всего, вот эти камеры отрубились неспроста. Именно в тот момент, блин, когда мы смогли ввести антидот, грубо говоря, последнему гибриду, на которого надеялось это существо, происходит вот эта хренотень с камерой, ребят. Мы не знаем. Мы просто вымотаны, мы устали, задолбались. Мы не знаем, что будет дальше. В общем, поддержите нас лайками. Если вы хотите продолжения, то ставьте 13 тысяч лайков, мы будем ждать. И пишите вообще в комментариях ваше мнение, как нам дальше поступить. До этого мы видели, что вы писали. Многие из вас как раз и посоветовали нам ехать в лабораторию. Мы, в принципе, прислушались к вам, мы поехали в лабораторию. И также они писали съездить в деревню, мы ездили в деревню. Поэтому, ребят, мы со своей стороны, мы постараемся сделать все, что в наших силах, для того, чтобы решить эту проблему. И вы тоже постарайтесь, вы можете в ваших силах помочь нам, поддержать нас, поставить нам лайк и написать комментарий. Да, ребят, поэтому до новых встреч. Увидимся. Пока!